Рекламно-информационная программа Рекордные радиопередачи Рекордные по возрасту Самого младшего участника Вот я сейчас смотрю на него с таким удовольствием Мой младший, конечно, чуть постарше Моему младшему год и три А тут у нас Гость студии, которому 8 месяцев Всего лишь, даже нет годика Ну давайте сейчас мы Представим всех наших гостей Виктор Пономарев Папа самого юного участника нашего сегодняшнего эфира Хореограф, постановщик шоу Працевального коллектива You Rich Family Я правильно назвал? У нас с английским, наверное, проблем бывает You Rich Family You.richfamily Ну давайте уж теперь Самого младшего участника представим Вашего сына Зовут его Тимофей Тимофей, привет Тимош, если походу что-то захочется Поговорить у нас в эфире То, пожалуйста, ты не стесняйся Мы даже тебе микрофон подставим А вот он как раз сейчас смотрит Осматривает микрофоны, кружки с водой Замечательно И две очаровательные девушки У нас в студии Анна Усатова Хореограф направления Леди Стайл, постановщик Анна, добрый день Добрый день И Анастасия Соловьева Хореограф направления Дэнс Холл Всех приветствую Ой, как много интересных терминов у нас сегодня Ну да Ну, видимо, повод для появления Тимоша у нас в студии Он самый банальный Не с кем было оставить Поэтому он здесь сегодня появился Ну вот, придаст, я думаю, нашему культпоходу Сегодняшнему такой Очаровательный Интересный нюанс В присутствии такого молодого человека По крайней мере, у нас сегодня точно передача 0+. Да У нас давненько не было А может быть, даже вообще не было В культпоходе обсуждения танцев Да Мы сегодня как раз вспоминали Я вспомнил, что в советское время По радио передавали балеты Но вот с тех пор мне как-то вот уже Танцы в эфире не попадались Виктор, познакомьте нас, пожалуйста С национальным коллективом Юриевич Фэмили Потом уже плавно перейдем Где можно посмотреть ваше творчество Юриевич Фэмили Мы зародились на основе Как команда На основе лаборатории танцев Паша 2309 Которые как и выросли Как танцоры, в принципе, в городе Кирове А Паша 2309 уже не существует? Паша 2309, он, да Он перешел на новые виды деятельности Уехал в другой город Да, и закрыл студию В целом Но мы очень благодарны тому Что, в принципе, получили в этой студии Вот Тому, что зародилось в этой студии Юриевич Фэмили возник Очень, так и случайно По моему отчеству Как Юрич Юрич Юрич, да И мы решили О, так это просто семья Юрича Оказывается А мы думали, вы богатая семья Вы просто семья Юрича Вот А на Усатова, соответственно Какие-то свои команды тоже На управлении и так далее Развивает В целом В леди стайла и так далее И по дэнс-холлу занимается У нас Анастасия Соловьева По дэнс-холлу Отдельный вопросик Потом будет Для розыгрыша И там же Настя объяснит Откуда такой стиль И почему такое название Ну, можно в двух словах Сразу пояснить Что такое дэнс-холл Что такое леди стайл Анна, Анна Да Леди стайл Это направление танцевальное Соответственно Оно характеризуется Там только леди? Ну, конечно И только стильное? Нет Если мужчины очень хотят Танцевать в таком стиле Я не против Мы еще не знаем в каком Это танцевальный стиль Для девушек Где девушки могут Себя раскрепостить Свою женственность показать Мы танцуем Как на каблуках Так и в кроссовках Ну, то есть Это не чистый стиль Женский То есть Я добавляю Какие-то другие Параллельные стили Это может быть Хип-хоп Джесс-фанк Да Они очень распространены Среди танцоров Сейчас Вот Но за основу У нас, конечно Вот именно Такой на каблуках Женственный Красивый Яркий стиль Это как одиночные Так и парные Так и коллективные Да? Ну, да Занятия Занятия У нас приходят девочки Ну, коллективное занятие Я иногда даю парную хореографию Иногда мы занимаемся Репетируем И в одиночку И так далее То есть Ну, у нас абсолютно Разный стиль Вот Поэтому Приходите Ну, то есть Приходите Леди стайл Это не то, что можно Понять из названия Потому что из названия Всегда такой Хай сосайти Знаете Такие дамы В криолинах Все прочее Нет? Нет Абсолютно нет То есть Леди стайл Это как общее Наверное Название этого стиля То есть Это просто женский стиль Это просто женский стиль Вот Моя команда Называется Айконик леди Вот Это как переводится Иконические Так Иконы 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 Мы создали проект В этом году На концерте Еще Когда у нас была Вот И решили Назваться командой Иконик леди И в этой команде Соответственно У нас Как леди стайл Так и допустим Фреймап стайл Так и Еще раз повторю Джастфанк стайл То есть Это все Мы сразу Мы сделали вид Что мы все понимаем Да Это просто нужно Наверное Показать Для того Чтобы понять У нас будет Потом музыка Это Николай Мы спросим Что можно Под это Станцевать Да Настя Дэнс хол Несколько слов Чтобы раскрыть Это направление Танца Который пришел К нам Жарко Ямайки Это вообще Социальный танец Ямайский Социальный танец Социальный танец Там есть база Это просто Степы Шаги Последовательность движения Буквально таки На 8 счетов На 4 счета И есть прямо Целые треки Которые записаны 3-4 минуты Где у каждого степа Есть определенное название И просто Диджей называет Этот степ И все люди Они все знают Они все делают Это все на дискотеках 1-2-3-4 1-2-3-4 Что это вроде редкие яньки Как в школьные годы Но это все намного сложнее Это кажется Что это просто Но есть очень простые степы Есть достаточно сложные степы А так как все-таки музыка Ямайская музыка Музыка бразильская Она как-то Вот эти жаркие ритмы Они очень Ямайская Она такая довольно-таки сложная Сейчас актуальна По футболу Я как раз Про это и хотела сказать Что она настолько пришлась По душе Русским Российским жителям Что сейчас Дэнс Холл Стал очень популярным Направлением танца И вот последние уже 6-8 лет Он активно развивается По всей стране Самое интересное Что самые Такие серьезные школы танца У нас в Сибири В Новосибирске Ну там наверное Не хватает функции Как раз вот этого Бразильского Да скорее всего Так оно и есть Бразильского И вот И мы как бы Хотим тоже развивать Это замечательное направление В рамках студии танца Паш-2309 У нас не было Ну так скажем Активных групп У нас были номера В этом стиле Но вот в рамках Новой школы танцев Мы хотим более активно Развивать это направление Причем будем набирать Группы Прямо новичков То есть для того Чтобы можно было И базу изучить Можно было чтобы И номера Оставить Поэтому тоже Приглашаем всех желающих Это жаркие Интересные ритмы Причем возраст Абсолютно любой Вот я как раз Хотел спросить У нас до вас Как раз была тема Про повышение Пенсионного возраста Почему бы Хотеть спросить Ну потому что Да Я человек Предпенсионного возраста Мне интересно То есть доступно ли Это людям Уже в возрасте Вообще Любое направление танца Оно доступно Ну я так считаю Что оно доступно Каждому человеку Здесь не в возрасте Дело Здесь главное В желании В желании Просто двигаться Под музыку Просто получить Какие-то эмоции Пообщаться Может быть в коллективе Потанцевать Может быть одному Кто-то для этого Приходит на дискотеки Им достаточно просто Прийти на дискотеку Кто-то хочет При помощи танца Рассказать какую-то Определенную историю Кто-то хочет Вообще себя просто выразить То есть это главное желание Возраст не имеет Никакого значения Да-да-да-да Тимофей подтвердил Возраст не имеет Никакого значения Да, Тим? Внимательно смотрит Да Он понял, что задали вопрос Он даже отвечает на него Между прочим Не знает, как реагировать Только мы его не понимаем Он-то нас прекрасно понимает К Виктору Пономареву возвращаемся Так, немножко познакомились Где, собственно, можно вас увидеть Где вы выступаете И как Есть ли те, кто хотят Может быть Начать заниматься танцами Где вас найти Да Этот вопрос у нас сейчас Решается в плане помещения Мы нашли несколько вариантов И как только определимся С точным уже помещением Мы сразу же это в соцсетях И везде это повестим То есть такая как Репетиционная база Да, это будет такая Да, это будет уже школа танцев Школа танцев Да, это будет школа танцев Мы решили назвать ее Айрон Как железо Потому что железо, во-первых Можно сделать очень хороший стиль По железному стилю и так далее И вот Это что мы имеем в виду сейчас Стиль Стиль Дизайн Это имеется в виду Что само по себе название Айрон Оно уже символизирует Какие это будут цвета Какая это будет цветовая гамма Какой это будет подход Какое-то металлическое Да, металлическое И в то же время Это такой надежный Железная опора Для танцоров Для начинающих танцоров Для продвинутых танцоров Опора База такая Железная база Где Прямо поддержка И семья И все в целом Я знаю У меня как-то название Честно говоря Сомнение вызывает Такой танцующий Железный дровосек В голове Сразу как-то Не очень Мне кажется Не совсем уклюжий Вы знаете Я с вами не соглашусь Потому что Смысл названия Приносят Те люди Которые Именно Занимаются Под этим названием Те люди Которые Выступают Под этим названием И уже То что будет Внутри этого названия Это зависит непосредственно От нас Я с вами совершенно согласен Можно я немножко Просто дополню Виктор Просто Мы Занимались В лаборатории Танцев Паш 23 на 9 Когда Паша нам объявил О том Что он закрывает студию Для нас это было Так скажем Очень трагическое событие Потому что Каждый из нас Очень много лет Занимался в этой студии И это для нас Была очень серьезная потеря Мы благодарны Паше Конечно Но в тот момент времени Мы оказались Так скажем Без поддержки И мы очень почувствовали Что не хватает Какой-то сил Энергии И Когда мы придумывали название Мы как раз Об этом подумали Что очень многие танцоры В своей жизни Встречаются Сталкиваются Такими ситуациями И поддержка нужна Каждому танцору И железная поддержка Нужна Тут еще дело Просто в том Что В России Танцы воспринимаются Как хобби Ну да Не как серьезное занятие Не как вид деятельности Если говорить о людях Которые Не получили образование Соответствующую Не работают Хореографическую Да А вот представляете Например Для того чтобы выступать На чемпионатах Для того чтобы преподавать Нужно заниматься От 6 до 12 часов в день Мне кажется Что это тот же самый Род деятельности Очень серьезный Род деятельности Вот И это Финансовые затраты Для того чтобы Заниматься танцами Это эмоциональные затраты Для того чтобы Заниматься танцами Еще очень часто Мы сталкиваемся с тем Что танцоров Их друзья Родители Родственники Не понимают Почему человек Столько времени Проводит в зале Дерундой Дерундой Какой ты занимаешься Стрекоза и муравей И поэтому Поэтому поддержка Танцору очень нужна И мы как раз Хотим создать Такое новое Уникальное место Где танцор Будет не только развиваться Но при этом Где он будет получать Необходимую поддержку Во всем Что ему потребуется Ну Благая такая цель Да В общем то да Очень важная Очень нужная У нас подошло время Небольшой паузы Буквально 40 секунд Да Скоро вернемся Культ поход Танцевальный коллектив Юрьевич Фэмили В центре нашего Сегодняшнего внимания В программе Культ поход Вы сейчас немножко Наши гости Передохните У нас есть Список призов Мы сейчас С Николаем Должны его озвучить Озвучивать И потом еще Задавать вопросы Вы готовьте пока Свои вопросы Призов у нас как всегда Начнем в книг Да Книги от магазина Читай город Алексей Варламов Душа моя Павел Новый роман взросления О Павле Непомилуеве Его поступление На филфак МГУ И опрочем Лауреат премии Студенческий букер 18 плюс Доктор Регина Здоровое питание В большом городе Это полезные советы Рецепты От доктора Регины Автора популярного блога В инстаграм Много неожиданного Любопытного И полезного 16 плюс Возрастное ограничение Ну та самая история Когда блогер В бумаге Собственно Реализует Своё творчество Ну очень красиво Реализована Книжка стильная Стильная книжка Так Виктор Бердинских Это наш кировский автор Книга называется Русский немец Захватывающий роман Время, любви, смерти, смелости, трусости И силе духа 18 плюс И книжка следующая 16 плюс Возрастное ограничение Иэн Макьюин Скорлупе Скорлупе Такое не совсем большое издание Я имею ввиду по количеству страниц Блистательная история Разыгранная в рамках сюжета Шекспировского Гамлета О человеческих пороках Преступлений Величии И жажды Жизни В общем Все книги у нас сегодня Весьма и весьма достойные Есть ещё красивая книга У меня в руках Это Любиться не храни Маленькие секреты Большого счастья Это книга о житейских проблемах Семейных взаимоотношениях О любви И смысле существования На 16 плюс Да, эти и другие книги Многие другие книги Вы можете купить в магазине Читай город На Преображенской 65 и Ленина 103А Далее у нас Билеты в кино Билеты на любой фильм И сеанс в кинотеатре Дружба Галерея прогресса У нас есть Большой эфир был в понедельник С руководителем галереи Дмитрием Шелеевым И мы анонсировали эти выставки Кстати, Николай посетили вчера Нет, я вчера не дошёл На предыдущей выставке останется Был у Игоря Румянцева В общем, две вчера выставки Замечательных открылись в галерее Это выставка Гол Она посвящена К чемпионату мира по футболу 0 плюс И 0 плюс Ограничение у второй Открывшейся вчера выставки Выставка называется Оттепель Это знаменитый Владимир Лагранж У нас есть билеты На байк-рок фестиваль Metal Balls 2018 Он начинается сегодня В загородном комплексе Рыба Пила Сразу за Новым мостом Слева 16 плюс Рыба Пила Рыба Пила Причём Пила Это не глагол в прошедшем времени И ресторан Гауди Завтра 14 июля В 8 вечера Вы получаете Пригласительные В это замечательное Заведение Разместят вас Прямо Заводят За барной стойкой Ну, нам вот сказали Предупредить На больше не рассчитывая Вас туда посадят Проведут Дальше вы сами уже рулите Ещё одну Да, там единственный Долетний концерт Богдана Кияшко В программе «Нестареющая классика джаза» Американской попунзоке Это всё там как раз 12 плюс 12 плюс Вот такие у нас Все наши призы Призы Ну что 211 стоят А, у нас ещё есть Призы от наших гостей Так Пожалуйста Школа танцев Сертификат на две тренировки Бесплатно В школу танцев Слушайте Это прямо ответ на мой вопрос От пяти лет Приглашаются люди Я смотрю Так Набор будет с сентября 2018 года проводиться Ой, слушайте Вот мы сейчас говорили Да, про Вот эту студию Татанцев Она окажет Всё уже воплощено Всё точно уже Дата намечена Открыть Можете прийти заниматься Да, то есть вы уже можете получить сертификат На две тренировки В школе танцев Айрон Красиво звучит, да Надо тренироваться Учить Будем Дима В скорости Будем часто это слово произносить Виктор Ю Рич Виктор Ю Рич Задавайте вас вопрос Ну начнём Давайте для слушателей Такой вопрос Фундаментальный по танцам Фундаментальный Да Сразу Какой вид танца Официально признан спортом Какой вид танца Официально признан спортом Да Олимпийский в том числе видом спорта Нет? В Олимпиаде они есть? Нет Он не олимпийский вид спорта Он вид спорта официально Как Но есть вид как федерация федерации чемпионат проводится разного уровня по одному только виду танцев до пока один вид слушайте у нас люди что-то в танцах понимают добрый день летка летка ей добрый день здравствуйте как вас зовут надежда надежда ну какой же это у нас такой вид танца я думаю что рок-н-ролл это больная танцы это часть больных танцев больная спортивная больная танцы они так и называются то есть там много их разных да просто них общее название спортивная больные танцы рок-н-ролл это в том числе это красивые молодые люди девушки с точенными фигурами в красивой одежде лихо взлягивает очень так это спортивные и больные танцы надежда прям в точку давайте выбирайте что хотите получить да билет в кино если вы можно конечно билет в кино не ваши не кладите трубочку редактор объяснит вам как эти билеты у нас получить николай я теперь да может еще гостям а ну хорошо гостей у нас много анна или настя задавайте вопрос свой я наверное задам вопрос как раз вот недавно мы обсуждали что такое за направление танца dance hall я надеюсь у нас слушатели очень внимательно слушали расскажите пожалуйста откуда родом это замечательное направление танцев вопрос на внимание социальные танцы тут ты не подсказывай раньше песни куда к нам пришел дэнс холл песни группы чаев можно вспомнить знаменитую ну да а ведь не одна а ведь не одна страна а ну не одна страна была да можно и какую-то другую песню вспомнить в общем где откуда к нам пришел дэнс зародилось такое направление как дэнс холл а название то кто придумал кстати вот она там зародилась на именование-то озвучить оттуда и пришло оттуда и пришло универсально что у нас сегодня люди которые нас слушают разбирают серьезно на наших лучше чем мы да принимай звонок владимир добрый день как вас зовут добрый день меня зовут андрей андрей ну пожалуйста вы были внимательными нет я прослушал но я предполагаю что я майка да все верно а еще какие мы упоминали бразилию мы еще образилию еще но в бразилии нет в бразилии там есть такие замечательные латино-американские мотивы там сальса по моему давить оттуда как раз вот родом да то есть это сальса в основном тебе сальса нельзя ты на диете ну что будем спрашивать какой приз какой приз галерею прогресса если можно а куда на какую выставку там по любому я помню у нас отдельно отдельно но по любому пригласительно можно просмотреть и вы все понятно все без проблем не кладить трубочку вам редакторами за пригласительно у нас лежат в редакции вам нужно будет нам прийти хоть сегодня николай вот теперь вот я у меня вопрос музыкальный дело в том что 13 или 73 года 45 лет назад вышел первый альбом вот этой вот группы которая сейчас прозвучит вопрос будет крайне простой просто название с композиций 1 этого альбома прозвучит не самое типичное для этой группы произведения бардачок музыкальный бардачок но дело в том что 77 году они конечно были еще мало кому известны уже буквально через два года они взорвали эту планету и до сих пор несмотря то что этой группы практически не существует поклонников у нее число не уменьшается и это первая песня с первого альбома с первого альбома чувствуется по музыке что гитара уже узнается голос еще ребята хотели о себе заявить но они завели так таким вот таким ну ладно будем ждать пока ответ поговорим о танцах о танцах давайте говорить о танцах что в ближайшем будущем от вас ждать это будут выступать образовательное обучающее направление не единственные дамы до уверены вы лицами того как танцоры ведь вы функционируете да конечно ты мы выступаем много где в целом по приглашениям в основном на общегородских мероприятиях появляемся часто очень также на выезды ездим выступаем на чемпионатах но чемпионаты они хоть и все российские но как бы не хип-хоп не признан пока еще спортом мы в целом по хип-хоп чемпионатом ездим это уличная культуры хип-хоп а вот кипяток недавно был фестиваль вы участвовали до и в день молодежи ребята участвовали у нас да и как бы в целом хорошо себя показывали очень кипяток он проходит к нескольких городах в том числе кирове и очень хорошо показывает как привлечение молодежи к уличной культуре очень здорово чемпионаты мы выступаем кипяток он больше такой чемпионат по фристайлу мы же выступаем на хореографических чемпионатах где в целом нужно показывать стильная сложная номера сложная картинки по расстановке постановки определенными элементами определенными элементами да все правильно и это все должно быть чисто синхронно отлажено как команда как единая команда целое выступление и это судят зарубежные судьи в основном профессионалы своем деле соответственно люди которые себя зарекомендовали по всему миру в этом в этом стиле они судят и в целом как бы на всероссийском уровне можно занимать достойно престижные места и становиться как бы на слуху уже не только в кирове а именно по россии что дает участие да вот еще поподробнее в этих чемпионатах турнирах мы примем звонок да в курсе что дает профессиональный рост до узнают да конечно это профессиональный рост в первую очередь это не знаю монетизация потом какая-то идет начинаешь зарабатывать больше начинаешь на приглашениях уже на мастер-классы то есть люди видят обучение городов видят как бы твои достижения победы и так далее смотрят и нравится или твой стиль твоя подача если чему у тебя научиться и привести тебя в какой-то город и научить своих учеников тому что умеешь ты до обмен такой опытом перспектива очень хорошая и серьезно достаточно ну что буду принимать звонок тогда добрый день вы на связи вы на связи да а как не играйте на клавиши не нажимайте на клавиши алё нет не получится перезвонить пожалуйста 211 101 мы готовы принять будем тогда ваш звонок но тут нам видимо что-то не тайным шифром сообщали просто не догадались вот чем дело да насти вы что-то хотите добавить да просто как раз мы сейчас разговаривали про чемпионаты и хотела бы обратить внимание что тимоша немножко поднадо я уже да не уровень тоже хочет поучаствовать разговоре господи как я хочу посидеть на нашем столе вот тимофей сейчас на столе сидит продолжается дайте 1 так вот уровень чемпионата с каждым годом он сильно возрастает и большое значение в том чтобы номер выглядел очень сильно и современно имеет даже акробатические элементы ну вот соответственно что прыжки это прыжки это сальто это различные прямо выбросы и поэтому с каждым годом все больше значения приобретает именно физическая подготовка танцоров это очень важно потому что без специальной подготовки сделать такой сложный элемент очень сложно некоторые команды на таких чемпионатах они в основном только именно на таких элементах и выезжают потому что не очень они очень смотрятся очень ярко и привлекают внимание и оценивается судьями тоже очень высоко и вот мы как раз в новой студии танцев мы хотим не только заниматься танцевальная подготовка мы хотим еще заниматься повышать физическую подготовку ребят который будет к нам заниматься чем раньше то есть если с малого возраста это именно эта подготовка начинает проходить тему лучше тем соответственно более как бы крепкий организм ребенка и тем более сложные элементы он может выполнить понятно что это не для старшего поколения но вот и на себя тоже потому что я к сожалению уже к сожалению не смогу очень многие эти элементы выполнить ну да наверное это объективный такой процесс когда внедряются эти силовые акробатические вещи но это все-таки танцы изначально это пластика грация это продолжает оставаться это утренняя гимнастика получается этому то это продолжают уделять внимание судьи оценивать это все это сохраняется вот кстати хочу да вот мы как раз хотели обратить внимание мы может быть по технической составляющей когда ездили на такие чемпионаты мы не всегда были на высоком уровне но так как все наши номера они несут еще эмоционально какой-то определенный смысл то есть обязательно когда есть художественная зарисовка они всегда и всеми очень ярко оцениваются то есть все таки подтекст номера то есть если какая-то есть идея внутри номера это всегда имеет очень большое значение ну что попробуем еще раз все-таки звонок принять телефонный добрый день еще разик здравствуйте у это уже кто-то другой наверное андрей жигалин да ну что андрей жигалин какая же группа звучала у нас в эфире сегодня я думаю что это группа кис так первый вопрос мы как сюда не зачитываем за правильный ответ да по звуку немножко похоже было я вам дам два варианта ответа кис мы отмечем оставим крем и куин какая из этих двух групп это был крем или куин куин еще раз куин еще раз и соли совершенно правильно это была группа куин и фредди меркури которого мало кто узнал потому что мало он звучал в этом эфире да они звучали довольно таки так нетрадиционно всем с этим году но потом они исправились на гитаре тоже брайан мэй брайан мэй да мы как раз можно было узнать андрей ну мы вынуждены признать ваш ответ правильным хотя кис это бы великая такая тема была ваш выбор ваш выбор андрей при приз на металл болс вот я на взлетные полосы металл болс пожалуйста вот он билетик ухты стоимость услуги 1500 рублей серьезное дело андрей ваш хороший приз сегодня да ну и целых три дня там будет нечто и знаменитые коллективы а там будет кстати крематорий вот так что советуем рекомендуем да ну что у нас там по времени у нас пора сделать небольшой рекламную паузу после чего еще 10 минут останется и мы продолжим разыгрывать и продолжим говорить нашими гостями культ поход ну что возвращаемся в нашу сегодня танцевальную студию да мы тут пока у нас была пауза узнали феноменальные вещи наш самый юный гость тимофей да вот который сейчас разглядывает которому 8 месяцев напоминаем 8 месяцев от роду у него оказывается уже огромный танцевальный стаж и он находясь еще внутри своей мамы уже участвовал в танцевальных шоу да чемпионат чемпионат чемпионате он участвовал концерт на концерте тоже как тимоша уже когда музыка играет он уже видно там в такт начинает как-то нет да ну да лицо вот на лицо склонность чувств к чувству ритма да конечно же давайте у нас времени остается немного еще вопросы нужно слушателям позадавать твоя очередь между прочим а я не знаю ты еще не уклонился она хорошо у меня сегодня без конкретной музыки у меня сегодня задание небольшое сегодня пятница 13 как никак в это воскресенье уже календарная середина лета до лета нас в общем-то радует сказать не холодно спасибо тебе большое лето и я хочу чтобы наши слушатели тоже песенку про лета поблагодарили песенку про лет или может быть стихотворение пара про лето к их много множество то есть давай покопить не будем а то мы обычно все сразу 211 101 звоните пожалуйста и поблагодарите теплое время года за то что вот дарит нам все-таки и солнышко есть и тепло есть и дождичка мобильна нас смачивает все можешь не отходить все ждем когда дары природы нас уже желающие с тобой что-либо с удовольствием вас послушаем кого мы будем слушать добрый день здравствуйте светлана вы наша пивунья драгоценная новую песню софия ротару новая песня софия ротару вперед там не цензурных слов нету нет хорошенькие про лето да давайте давайте подари мне лето подари мне солнце своей любимой меня назови подари мне небо подари мне звезды во имя нашей любви отлично отлично узнается ротару несмотря на свой возраст она все вот вся в таких песнях это наши слушательницы на возраст так не 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 я на ротару исключительно просто я удивляюсь когда вижу господи больше чем мой ну что здорово мы вам аплодируем даже да светлана спасибо что выбираете за за свое книга здорово питание здоровое питание в большом городе здоровое питание большом городе полезно совет очень красивая книжка вам ужасно повезло спасибо не кладите пожалуйста трубку так ну давайте еще пообщаемся кстати что касается музыкальной составляющих ваших номеров ваших выступлений занятий как подбираете музыку про хип-хоп мы уже немножко поговорили да 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 давай давай мне кажется это вообще все индивидуально это все индивидуально потому что музыка она как сказать все равно это все изнутри идет то есть слышишь музыку появляется какая-то даже в голове зарисовка то есть я могу ехать в автобусе услышать музыку и в моей голове же начинают какие-то заражаться движения и так далее и тому подобное то есть конечно у каждого есть своя стилистика и своя склонность там к определенным каким-то стилям музыкальным и так далее вот но музыка это наверное вот музыка и танец это то что вот объединяет нас всех да наша школе и чем наша школа наверное отличается возможно от других тем что мы настолько все разные здесь и настолько все с одной стороны в разных направлениях идем а с другой стороны в одном вот по поводу музыки бывает несогласия нет единогласия чтобы убирать или не бывает таких нет смотря кто постановщик номера соответственно а а игрограф там то есть это уже беспрекословно все если ты ставишь но в целом ребята могут посодействовать в поиске музыки например чтобы подобрать и номер был более цельно смотрелся с разными треками и так далее советуем все равно да да конечно советуемся также конечно музыка объединяет миллионы сердец всегда и точно также как танец он визуализирует эту музыку и соответственно с помощью танца можно изобразить то что как бы вот как раз от музыки из попадает в сердце а кстати в современной хореографии там практикуется когда музыкальное сопровождение но в живую исполняется да это очень часто сопровождается например у майкла джексона на концертах оркестра которая компонировала его все треки делал он подстраивался под движение майкла джексона нежели нежели джексон танцевал под музыку наоборот понятно ну что у нас остается по 4 минуты сейчас будем вопросы продолжать давайте с вами связаться можно вы активно в соцсетях представлены да сейчас это основной наверно канал до общения связи и в общем без по без проблем можно найти танцевальный коллектив на права напоминаю юриевич фамилия давайте еще по вопросу зададим нашим слушателям наверное я так как очень многие знают танцевальный коллектив паше 23 09 который да существовал наблюдали за нашим творчеством за нашими концертами хотелось бы спросить сколько лет коллективу паше 23 09 дайте варианты ответа пожалуйста 8 давайте два варианта 8 10 15 8 10 15 8 10 15 ну напоминаем что названный коллектив очень известен в кирове за его пределами старожил такой можно да сказать часто можно было увидеть сейчас уже нигде нельзя увидеть вот именно последний концерт был тринадцатого мая тринадцатого мая ну что есть да есть желание ответить на этот вопрос да добрый день добрый день вторая попытка у меня давайте подождите на этот вопрос еще первый у вас да ну да как вас зовут ирина ирина да 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 ну сколько лет коллективу ну я хочу наверно 8 8 да да побольше наверно побольше да так первых 10 10 нет ирина увы мы не можем отступать от своих правил оказалось не очень удачного то сейчас позвонит после вас если это слушатель внимательный да то он получит следующий приз к сожалению да что неужели уже столько вот как оставшись вот не говори сейчас эту цифру да не говори время-то как летит а то есть мы ждем ответа на вопрос вариант остался один сколько лет существовал коллектив да да 211 101 помещение то найдено все таки уже для вариант тоже для для железной темы да уже на уже найдено на стадии переговоров как только все хорошо пройдет так и мы все объявим владимир но так или иначе мы разыгрываем напоминаю конечно да да бесплатный абонемент да на два занятия так и понятно на два занятия собственно в сентябре откроется на жена уточнить еще в сентябре официально открываемся но в августе мы все равно запускаем какие-то группы на то есть у нас будет возможно открытое занятие то есть в августе уже нужно следить за информацией понятно в соцсетях опять же до владимир пожалуйста победителя нашу викторина следующего дать с ним пообщаемся наверно конечно да но он же должен победить алле добрый день как вас зовут добрый андрей меня зовут андрей ну можно не спрашивать уже да ну ответ пятнадцать лет полтора десятка лет да танцами занимаетесь нет нет а будете пойдете вот абонементе кисть нет не пойду а можно мама а можно мы вам в придачу тогда все таки дадим вдруг у вас кто-то из знакомых можете давайте а что выбираете тогда я хотел книгу русский немец да прекрасная книга вот она здесь точнее она уже ваша она уже ваша не клади трубочку и вам наш редактор объяснит как вы ее сможете получить и минута остается сертификат на две тренировки да минута остается давайте еще музыку послушайте тот же самый коллектив тот же самый коллектив но вопрос будет другой что это делает это был да очень известный риф группы queen песня анде прэша которую потом уже безбожно сперва не лазь но это уже его проблемы анде прэша пели вместе группа queen и дэвид боу и причем что интересно они познакомились не на записи этой песни а за 13 лет до записи этой песни в 1969 году при очень странных обстоятельствах потому что дэвид боу пришел в магазин что-то купить а фредди меркри и тогда еще не фредди меркри продавал там вот это вопрос такой в универмаге кинсентонском да вот пришел дэвид боу и так что же он купил у меркри он купил у него пару колготок пару бутылок или пару ботинок вот кто ответит правильно тот и победил отвечает тимофей тимофей взял в рот в соску он он устранился от этого 211 101 что у нас есть торопитесь я думал я один об этом знаю да что же купил можно ответить да да конечно я думаю что он купил пару ботинок абсолютно правильный ответ он пришел за ботинками как вас зовут скажите как вас зовут ну что ж выбирайте приз выбирайте приз и так выбираю в гауди гауди 14 июля 14 июля в 20.00 два билета за барную стойку летний концерт богдана кияшка ваш этот билет ну и на этом культ поход приходится завершать да спасибо вам времени не остается благодаря наших гостей танцевальный коллектив юрич фэмили удачи вам осуществление запланированного большого количества единомышленников успешных выступлений и так далее так далее тебе тимоша отдельная просто благодарность за то что так тихо спокойно с нами провел почти что 40 40 минут вот он сейчас потянулся к микрофону микрофон оказался сильнее очень заинтересовало то что спасибо большое на этом культ поход завершен я не прощаюсь хотя как не прощаюсь программа сделана в ветке которая начнется через 20 минут она будет выходить в записи и сегодня внимание у нас будет интересный гость там историк и краевед из слободского сергей шухлины шуклин и будем мы говорить о чем бы вы думали о ком бы о ком бы вы думали о ксенофонте алексеич анфилатове и о том как в слободском хотят увековечить его память спасибо всего доброго спасибо 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 удачи вам культ поход